Традиционная неделя добра проходит три раза в год, зимой, весной и осенью. И каждый раз волонтеры Центра молодежных инициатив придумывают что-то новое и интересное. Наряжаются в зимних волшебников к Новому году и дарят подарки. Пишут письма с добрыми словами пожилым нефтьюганцам. Устраивают костюмированные представления для детей. А в этот раз создали пальчиковый театр. Стой! Мишка! Мишка? Ну не мишка, нет-нет. Мишка! Мишка! В этом году мы попробовали пальчиковый театр. И он, кстати, прошел вообще на ура. Потому как ребятишки побывали и в роли самих актеров, и в роли зрителей. Поэтому я думаю, что в дальнейшем у меня такая идея возникла, чтобы данное мероприятие переросло в проект. Это будет пальчиковый театр. Помочь пожилым людям и детям с ОВЗ. Это и является основной целью Доброй недели. Частыми и всегда желанными гостями волонтёры оказываются в детском реабилитационном центре, где добровольцы общаются и играют с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Волонтёрам вообще очень нравится. Ребята, которые приходят со мной в реабилитационный центр в наш, нефтьюганский, им очень нравится работать, проводить игровые программы для таких ребят. Потому как они чувствуют свою значимость в этом, что детям устроили праздник, поиграли с ними. Пожилым людям добровольцы оказывают адресную помощь. Покупают продукты, делают уборку и всегда получают обратную связь. У нас акция «Адресная помощь». Вот Наталья уже приступила, моет окна. Мне сделали окна, помыли генеральную уборку. Я сама не в состоянии убрать. Сама Татьяна с удовольствием работает с маломобильными людьми. По её словам, особую радость доставляют именно детские эмоции. Вы знаете, я такой адреналин получаю после таких мероприятий, что просто как будто крылышки вырастают, хочется летать. Потому как, ну действительно, мне очень нравится работать с такими детками. Потому что они настолько радуются вот такому вообще любому пустяку. Особенно, когда к ним пришли гости, когда пришли сказочные персонажи. Они ждут уже. Если им сказали, что мы придём, ребята, к вам, они уже реально просто ждут нас в гости. Следующая неделя добра пройдёт этой осенью. Поучаствовать в ней волонтёры приглашают всех желающих нефтеюганцев. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадио компания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова